А сколько видов изолент вы знаете и применяете? Вот сейчас мы про это и поговорим. Благо у меня вот тут есть разные образцы, я могу про это дело рассказать. Я про это дело, кстати говоря, в 2018 году уже все рассказал, написал, вот книжка есть, да, у изоленты. Там есть и про изоленты, и про другие электротехнические материалы. Книжка лежит у меня на сайте, в открытом доступе, скачивайте, читайте на здоровье. Можно заказать в Reader, они напечатают бумажный вариант, если вы цените бумажные варианты. Начнем с самого олдскула, это тканевая изолента. Советские электрики с такой работали, она вот у меня давно лежит, она уже даже не липнет. Представляет собой хлопчатую бумажную ткань, пропитанную резиной. Что про нее стоит знать, кроме того, что она в принципе морально устарела? Во-первых, если вы посмотрите на просвет, видно, что она не сплошная, она пористая. Поэтому электрическая прочность одного слоя изолента равна электрической прочности слоя воздуха такой же толщины. То есть по электроизоляционным свойствам она уступает всем остальным видам изолента. У нее есть некоторые достоинства. Во-первых, она не плавится. То есть при нагревании она будет обугливаться, но она не будет плавиться. И это может быть важным и полезным, например, если вы хотите отремонтировать повреждения кабеля от сварочного аппарата. Замотали обычной ПВХ-изолентой, сверху намотали вот такую тканевую, и в этом месте уже контакт с разогретым металлом не будет вызывать плавление и изоляцию. То есть какая-никакая защита. Больше механическая, чем электрическая. Второе у нее свойство то, что при контакте с машинным маслом, с растворителем и прочим, она ведет себя лучше, чем ПВХ-изолента. ПВХ-изолента, она будет деградировать, разрушаться, станет хрупкой, может набухнуть. А вот это дело работает. Поэтому некоторые до сих пор ее применяют. Но в очень узких направлениях. В остальном она, да, действительно морально устарела. Следующий вид изолент это вот ПВХ-изоленты. Они выпускаются разного качества. У некоторых производителей она прям висит на полке, видно, что она Г. У некоторых она прям мягенькая, приятно работать, хорошо тянется. Она бывает разных цветов. Вот у меня здесь всякое-всякое. Даже какая-то есть типа профессиональная за конские деньги. Паша, это не изолента дорогая. Это ты мало зарабатываешь. Она бывает разных расцветок, потому что используется в том числе и для маркировки. Единственная вот как раз из всех лент, которая имеет очень широкую палитру цветов. Чем хорошая электрика отличается от плохого? У хорошего электрика в укладке инструмента есть изолента разных цветов, поскольку она используется для маркировки. Если вдруг по какой-то причине пришлось провести монтаж кабелем не того цвета, то его концы изолентой правильного цвета, соответствующего, должны быть замотаны и обозначены. Особенно это касается вот таких вот желто-зеленых проводов и желто-зеленых изолент. Неправильное применение изоленты может привести к повреждению ребер. Что стоит про нее сказать? У нее ограничен температурный диапазон. То есть верхний предел порядка 80 градусов, нижний предел, ну у нас на Урале такие морозы бывают, что можно в принципе ее и поломать. Она хорошо тянется, что позволяет очень хорошо разные неровные места заизолировать. Это единственное вот из всех лент, которые очень хорошо тянутся. Но что от этого есть оборотная сторона? Дело в том, что вот этот вот клей, он не сохнущий. Поэтому если ей намотать с натягом виток к витку какое-нибудь место, обрезать, оставить на какое-то время, можно увидеть, что край изоленты по вот этому клею сползает. И клей, собственно, обнажается. Плюс она боится солнца. Многие из них действительно боятся солнца. Но солнце они обесцвечиваются, становятся хрупкими и так далее. И плюс еще некоторые виды вот этих вот клеев, они могут быть агрессивными к пластикам. То есть приклеенный кусок изоленты может этот самый пластик разъесть. И если отдирать, это видно. Следующая это полиэфирная лента. Она изготовлена из полиэтилента рефталата. Он же полиэстер, он же лавсан, он же пэт. Собственно, бутылки, пэт и, например, флисовое белье изготовлены из того же самого полимера. Она тоненькая, она чем-то напоминает скотч. Она не сильно тянется. Что стоит про нее сказать? Она более термостойка, чем ПВХ-изолент. То есть ПВХ-изолента где-то 80 градусов держит. Вот это сотню градусов держит точно. Надо смотреть спецификацию. Ну, некоторые виды 130 градусов держат. Она тоненькая, у нее очень хорошая электрическая прочность. И она в основном используется в качестве тонкой межслойной изоляции, например, в трансформаторах. Бывают варианты усиленной стекловолкном. Вот усиленная стекловолкном, у нее даже термостойкость будет чуть-чуть больше. В остальных случаях она применяется там, где важна вот как раз толщина. Следующая это полиэмидная лента. Полиэмид не надо спутать с полиамидом. Это разные полимеры. Вот она полиэмидная. Часто ее можно найти под торговой маркой, по-моему, Каптон. Фирма Дипон выпускает. Вот она Каптон. Каптоновая лента. Ее еще можно найти в каталогах как термоскотч. Она представляет собой вот такую золотистую прозрачную пленку. Здесь другой клещий состав, здесь силиконовый. Что стоит про нее сказать? Она очень термостойкая. То есть тут термостойкость больше ограничивается термостойкостью вот этого вот липкого слоя. То есть вот эта вот лента, она, по-моему, по спецификации 260 градусов выдержит. Температуру пайки она выдерживает точно. Сама пленка чуть ли не до 400 градусов держит. Используется это там, где важна прочность. Она, если ее придавить, допустим, ПВХ будет деформироваться, а вот эта не будет деформироваться. Можно увидеть ее на фотографиях, где там спутники собирают. Если вы устройства какие-нибудь электронные разбирали, вы, скорее всего, ее видели. Ее применяют, например, вот при пайке, чтобы, например, феном не сдуть лишние элементы. Вот этой лентой делают как бы маску такую, закрывают все, что не нужно. И там, где нужно, уже паяют. Ее используют также там, где важна именно температурная стойкость, как дешевая замена слюде. За счет того, что она держит температуру пайки легко, то есть 250 градусов она выдерживает. То, например, в... Только без клеющего слоя. В термопистолетах, которые клея разогревают, там можно найти, что нагревательный элемент заизолирован от корпуса вот такой пленкой вместо слюды. Ну, потому что она вот сохраняет гибкость при высоком диапазоне температуры, а вот слюда будет крошиться. Следующая у нас лента из поли-тетрофторотилена, ПТФЕ. Значит, у меня вот здесь вот два типа. Вот это, кстати, не изоляционная лента. Это я купил в Леруа Мерлене. Это специально скользящая лента из фторопласта для наклеивания на ножки мебели, чтобы она скользила. А полимер тот же самый. Поли-тетрофторэтилен мы знаем на постсоветском пространстве как фторопласт-4. Он абсолютно химически инертен. При комнатной температуре он вообще ни в чем не растворяется. Что стоит про него сказать? Она термостойкая. Не такая, конечно, термостойкая, как Каптон, но 200 градусов спокойно выдерживает. Надо смотреть спецификацию на саму ленту. Она вот здесь вот усилена стекловолокном. То есть вот здесь голый фторопласт, а здесь вот стекловолокно пропито на этим самым фторопластом. И это свойство используют там, где важна химическая стойкость вместе с тепловой стойкой. Такую ленту можно встретить, например, в запайщиках пакетов. Хотя правильно будет сказать сварочные, но почему-то их запайщиками ошибочно называют. Там как раз вот под такой вот пленкой спрятан нагревательный элемент. Пакеты прижимаются, импульс нагревает, через нее как раз тепло проходит. Пакеты расплавляются, свариваются. И за счет того, что она очень скользкая, с нее даже пригоревший пластик легко убирается. Если не искать специально вот эту ленту, такой материал можно найти в хозяйственных магазинах, как коврик для запекания. Коврики для запекания бывают двух видов. Бывают силиконовые, а бывают вот как раз вот такой тканый материал, пропитанный фторопластом скользкий. И если вы что-нибудь делаете, где именно важна температурная стойкость, вот это дело неплохо подходит. Следующее это у нас самослипающаяся изолента. Представляет собой слой вот такой, типа как сырая резина. Вот защитная есть пленочка. Как ей пользуются? Ей пленочку обдирают, саму ее отклеивают. И натягивая с удлинением, ее начинают наматывать на место соединения. Виток к витку, внахлест. В тех местах, где она сама с собой слипается, спустя некоторое время, она сваривается, вулканизируется. Получается сплошной слой. Ее уже обратно не размотать, только разрезать. Используется это там, где необходимо получить гарантированно герметичное соединение. Причем у этой изоленты, конечно, ограничена температурная стойкость. Я так подозреваю, что порядка 80 градусов. Но нужно опять-таки смотреть в документацию. Аналогичной такой самосваривающейся изоленте есть силиконовая самосваривающаяся изолента. В Советском Союзе она выпускалась, по-моему, летцар. Представляет собой тоже, только уже силиконовую резину, тоже в защитной пленочке. Точно так же наматываем, саму на себя налепляем. Она сваривается и получается монолитное соединение. Отличие в том, что силикон более термостоек. И если вот эта вот на морозе, скорее всего, будет хрупкая, а на жаре может поплыть, то вот такие силиконовые ленты спокойно на морозе сохраняют гибкость, а температуру до сотни градусов точно держат. Я так подозреваю, даже две сотни градусов она выдержит. Следующая это резиномастичная лента. Вот эта вот тремовская для внутрикитайского рынка. Я ее купил на Алиэкспрессе, потому что на ebay европейская стоит гораздо дороже. Меня жаба задушила. Хотя сейчас, по-моему, и мы вообще нам ничего продавать не будем. Все будем брать у китайцев. Представляет собой вот такой вот сверток на овощенной бумаге. Это вот такая пластичная, как пластилин, масса. Она неплохо тянется и формуется. Можно катать колбаски, куличики и прочее. Используется как заполнитель. То есть, если, например, у вас есть кабель, у него наружную изоляцию повредили, вырван клок. Нужно его чем-то заполнить, прежде чем сверху наматывать обычную изоленту. Потому что если внутри останется полость, в нее может попасть вода. Вот в таких случаях используют вот эту резиномастичную ленту. Ее туда забивают. Она за счет пластичности очень хорошо заполняет все. А сверху уже наматывают обычную ПВХ-изоленту. Это электроизоляционный материал. То есть, в отличие от кровельных и прочего, у него очень хорошие электроизоляционные свойства. Ну и, наконец, почему бы не рассказать про скотч. Самый обычный канцелярский скотч. Его делают из полипропилена. Он хорошо липнет. Но его не используют в качестве диэлектрического материала. Ровно по той причине, что он горит. Но, в принципе, у него электрическая прочность достаточно. То есть, из полипропилена делают конденсаторы. Один слой канцелярского скотча. Вот у меня была возможность, когда в сервисе работал, на специальной установке это дело поиграться, проверить. Один слой скотча сетевое напряжение 230 вольт. Спокойно держит. Даже держит чуть больше. Поэтому, в случае, если вдруг вы оказались прямо на необитаемом острове, и вот прям срочно нужно заизолировать соединение, то, в принципе, скотч подойдет. У него есть эффект расстегивающейся молнии. То есть, если жилка его где-нибудь проткнет, то в этом месте он порвется. То есть, как диэлектрик-то он более-менее неплох, а вот остальные свойства его, к сожалению, не очень практичны. Есть специальные ленты, используются не для диэлектрических дел, а для жгутования. Вот у меня сейчас в руках два вида тканевой ленты. Она чем-то напоминает пластырь. То есть, это не тканное полотно простегано. У нее нанесен липкий слой. Для чего она используется? Необходимо собирать иногда жгуты. Ну, например, вот этот кусок жгута автомобиля. Здесь, кстати, другая немножечко по текстуре лента используется. Чтобы вот этот жгут не гремел внутри автомобиля, не издавал лишних звуков, и в месте, где он, например, касается, он не перетирался. Вот как раз для таких целей используются вот такие ленты для жгутования. Они бывают разные. Вот эта довольно рыхлая. А вот здесь вот есть более прочная, более плотная ткань. Ее, кстати говоря, иногда используют, например, для того, чтобы закрепить какой-нибудь проводник, приклеить его, чтобы он не лозил, например, рядом с разъемом. Также для дел жгутования используют разные... Вот где-то у меня тут были бандажи. Вот здесь, вот разных диаметров, это самосворачивающийся бандаж. Вот сейчас возьму побольше, покажу. Он представляет собой... Вот специально есть инструмент для того, чтобы забрать него. Он раскрывается вдоль себя, посерединке. То есть, можно им в жгут собрать связку проводов, которую нельзя расплести. То есть, он в этом плане гораздо удобнее. Бывают бандажи вот такого типа, в виде спиральки. То есть, такой бандаж сложнее наносить, что его нужно по кругу постоянно крутить, крутить, крутить. Вот этот можно прямо на жгут проводов одеть. Но стоит сказать, что они, к сожалению, делаются из полиэтилена, а полиэтилен горючий. Для антиизолента в некоторых случаях необходимо не диэлектрический материал, а наоборот проводящий. Ну, например, проклеить по периметру электромагнитный экран нежелательных помех внутрь или наружу. В таких случаях используют фольгу. Вот у меня медная фольга. Вот у меня алюминиевая фольга. Если медную фольгу достаточно сложно достать, то алюминиевая фольга, в принципе, продается в хозяйственных магазинах, поскольку ее используют, например, для проклейки стыков вентиляционных коробов. Стоит сказать, что важно отличать от такой вот металлизированной майларовой ленты. Они выглядят внешне похоже, но вот эта фольга, а это просто полимерная пленка с нанесенной металлизацией, она не подойдет, она плохо проводит ток. Отличить их можно, если ногтем поелозить по поверхности. Алюминиевая фольга, на ней останутся вмятины от ногтя, а вот на этой вмятины не останется. В тех случаях, когда прочности фольги недостаточно, а важно сохранить проводимость, используют вот такую металлизированную тканевую ленту. Она представляет собой ткань, прямо вот видно там плетение, на которую вакуумным способом нанесен тонкий слой металла. Если под микроскопом посмотреть, он как бы так облазит. Такая ткань неплохо проводит ток и при этом сохраняет прочность и гибкость. Такой, например, приклеивают электромагнитные экраны, в местах разъемов. То есть, жгут заходит в разъем, а его экран вот такой вот лентой приклеивают к шасси. В принципе, опять-таки, если вы электронную технику разбирали, то вот такую металлизированную ткань видели. Не всегда изолента предпочтительна. Иногда предпочтительнее использовать трубку, потому что она сплошная и все-таки она более технологична при массовом производстве. Чего, трубку нарезал, насадил и готово. Изоленту нужно наматывать, причем наматывать ровно, обрезать. В общем, иногда предпочтительнее трубки. Трубки бывают разные. Бывают, например, просто ПВХ-трубка. Ее в советское время называли кембрик. На нее можно нанести маркировку, но она не сидит на разъеме плотно. То есть, она не термоусаживаемая. Позже стала более популярна термоусаживаемая трубка. У меня их тут вот разные есть. Они бывают разные по текстуре, разные по цвету. То есть, вот эти вот, здесь вот у меня рулоны намотал, она мягенькая, она тянется, а есть еще, допустим, более плотно ее, когда усаживаешь, она прям чуть ли не полмиллиметра сформирует слой, она довольно жесткая. Они бывают разных цветов, в том числе прозрачные. Опять-таки, у них разные температурные диапазоны, при которых они работают. Они бывают также вот такие. Это термоусадочная трубка с внутренним клеевым слоем. Она используется в тех случаях, когда необходимо получить не просто сплошное покрытие, но и герметичное. То есть, когда мы ее одели, мы ее греем, и мало того, что она садится, вот этот клей внутри, он размягчается и приклеивает, создает для воды непределимый барьер. Хочу сказать, что термоусадочную трубку стоит греть все-таки феном с температурной стабилизацией, потому что, если греть, допустим, той же газовой горелкой, то в зависимости от ловкости рук может получиться нормально, а может получиться полная ерунда. Трубка начнет перегреваться, разлагаться, пузыриться. В общем, электрическая прочность такого соединения весьма сомнительна. Из термоусадочного материала изготавливаю даже целые изделия. Вот здесь у меня так называемая термоусадочная муфта. Ее часто называют перчаткой. Представляет собой вот уже цельное изделие, когда кабель разделывают, чтобы вывести внутренние проводники, но при этом не дать воде попасть внутрь в зазор между наружной изоляцией и внутренней. Она делается вот как раз из такого же полимера, который при нагревании усаживается, и внутри есть нанесен терморазмягчаемый клей. И если такую перчатку разделанную на кабель одеть, погреть, она в принципе обеспечивает герметичное соединение. А за счет того, что она вот уже формы правильные, то с ней получается будет работать гораздо быстрее, нежели вот использовать какие-нибудь специальные самослепающиеся, самосваривающиеся ленты. Для тех случаев, когда необходимо температурную стойкость, и обычно термоусадочная трубка не устраивает, ну например, рабочая температура в 200 градусов, термоусадка уже при 200 градусах не работает. В таких случаях используют трубочки из силикона или из теропласта. Теропластовые трубочки, они довольно жесткие, а вот силиконовые, они мягенькие. Силиконовые бывают просто голые силикона. Бывает вот такой материал, то есть это стеклохолст, пропитанный силиконом. Бывает просто силиконовая трубочка и снаружи вот как раз стеклохолстовый такой чулок намотан. Вот эти трубочки я держу, например, в тех случаях, когда необходимо, например, заизолировать места подключения, нагревательного элемента, то есть там температура 150 градусов бывает обычная не подходит температура не слишком высокая чтобы использовать, например, фарфоровые бусы но в таких случаях, да, вот такая силиконовая трубочка термостойкая для изоляции подходит вроде я про все изоленты, что у меня были под рукой рассказал, так что скачивайте книжку, она бесплатная ставьте лайки если я про что-то забыл, пишите комментарии с вами был инженер Павел Сырков до новых встреч